Большое спасибо, что пригласили меня рассказать историю о том, что происходит в Украине и что происходило там раньше. На самом деле, та история, которая произошла в Мариуполе год назад, все еще живет с нами и по сей день, потому что эти события ты точно забыть не можешь. Хочешь забыть, но фотографии и видео, которые мы сняли в Мариуполе с моим другом Мстиславом Черновым просто не дают это сделать. Мы пытаемся забыть, но это так сложно, что практически невозможно. Фотографии всегда будут напоминать нам о том, что там произошло. Та конкретная фотография, о которой мы говорим сейчас, на ней Ирина, ей 32 года, раненая беременная женщина, которую несут спасатели. Они спешат доставить ее в медицинский пункт, потому что она была в таком состоянии, что ей была необходима первая медицинская помощь так быстро, насколько это возможно. У нее было большое ранение. Этого не было видно на фотографии, но рана была огромная. К сожалению, она и ее ребенок не выжили. Врачи пытались сделать все возможное. Мы говорили с ними спустя несколько дней и пытались выяснить, что с Ириной ребенком. Они сообщили нам, что они не выжили. Я говорил с ее мужем, и он рассказал мне, что искал ее в других госпиталях, в моргах, среди других тел, пытался найти ее, и нашел ее в больнице номер два. Они похоронили ее рядом с ее соседями, на кладбище в Мариуполе, во время артиллерийского обстрела. Сегодня он пытается забыть то, что случилось, пытается построить новую жизнь за границей. Было очень важно показать изображение этой женщины, потому что российская пропаганда и российские официальные лица утверждают, что они разрушили роддом, в котором не было людей, не было пациентов. А когда мы показываем эти фотографии, становится ясно, что там были беременные женщины. Мы сообщили, что три человека были убиты во время этой атаки. Мы слышали и видели своими глазами, как российский самолет сбросил многочисленные бомбы на город и попал в роддом, и в то же время в университет. Я думаю, что было очень важно показать обществу, что совершает Россия в отношении мирных жителей.